Двухдневный форум посвящен вопросам реализации национальной технологической инициативы. Это долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России. Была образована 4 года назад и рассчитана до 2035 года. Основная тема форума – разработка и внедрение научно-технологического развития России в ближайшие годы. И на сегодняшний день в рамках национальной технологической инициативы одобрены 7 региональных дорожных карт. Действует 10 рабочих групп, а также реализуется ряд инновационных проектов. Главная задача нашего форума – это проверить те идеи, те мысли, которые возникают внутри НТИ, на их возможность реализации, на то, что их можно собрать в одну единую систему, которая бы помогла России, занимаясь российским технологическим компаниям, завоевывать глобальное лидерство. В задачи национальной инициативы входит развитие таких перспективных рыночных направлений, как беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии и прочее. Что касается технологического прорыва в Сочи, то в октябре курорт вступил в Международный клуб устойчивых и умных городов, в который входит лишь десяток российских. В городе Сочи создана вся необходимая инфраструктура для интеграции цифровых решений. От цифровизации мы никуда не уйдем. Кто бы о чем ни говорил и кто бы как критически к этому не относился, но я думаю, что все сегодня понимают, что это совершенно новое время, это прорывные технологии и без них мы останемся с вами в прошлом. А я уверена, что мы все хотим двигаться вперед и только вперед. Поэтому я убеждена, что уже в 2019 году жители города Сочи, наши гости, заметят реализацию части проектов, которые составляет «Умный город». В Сочи умные решения уже внедрены в транспортной инфраструктуре. В системе «Безопасный город» ведется цифровизация в санаторно-курортной отрасли и в инфраструктурных сетях. В частности, на территории города действует бесшумный Wi-Fi. В следующем году в городе будут внедрять новые технологии в сфере ЖКХ. Работа начнется с энергосервисных контрактов, которые повлекут за собой сокращение расходов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.